Я вас приветствую! Сегодня мы рассмотрим с вами линейку стабилизаторов Alex Ampere, которые появились в августе месяце 2016 года. На данный момент это является новинкой. Конкретно сейчас мы с вами рассмотрим модель Alex Ampere 16-1 Drop32T. С буковкой T это более точная модель 16-ступенчатых стабилизаторов. Посмотрим, как она работает и проверим ее работоспособность и диапазонах она работает. Если конкретно 32 на 32 ампера стабилизатор говорит, то эта модель более всего подходит для квартир, частных домов, если нагрузка не очень большая, там где повышена требовательность, например, чтобы погрешность на выходе была 10-15 вольт, а 6 вольт, где нужно более точное выходное напряжение. Семисторные стабилизаторы Alex Ampere, представленные которые перед вами, они работают в рабочем диапазоне 145-275. Это значит, что если входное напряжение у вас в дом, в квартиру, вписывается в этот диапазон, то на выходе у вас будет 220 вольт плюс-минус 2,7% погрешности. Это ориентировочно, там, в районе 6 вольт, погрешность может быть. По верхнему рабочий верхний максимальный диапазон это 295 вольт, то есть выше он уже отключит, питания подавать не будет. И по нижнему минимальное рабочее входное напряжение это 120 вольт для вот этой серии. Следует отметить, что так как стабилизатор 16-ступенчатый, то стабилизация у него происходит более плавно. Примерно она до ривня равняется 6 вольтам погрешности, которые она имеет, то есть по 6 вольт примерно будет подымать, опускать напряжение и на выходе будет давать 220 вольт. Мощность, подчеркиваю внимание, что у этого стабилизатора мощность указывается в киловольтам первых, не в киловаттах, поэтому обычно умножается на 0,8-0,9 коэффициент, получается в киловаттах. Но это опять-таки при 220 вольтах, при номинальном входном напряжении. Если напряжение будет падать, то и мощность стабилизатора тоже будет падать, поэтому этот момент тоже учитывайте, нужно брать или с запасом, или звоните нам, мы вам подскажем, как лучше подобрать, проконсультировать. Скорость срабатывания данного стабилизатора 20 миллисекунд, то есть входящее нестабильное напряжение будет застабилизировано этим аппаратом всего за 20 миллисекунд, так как он является электронно-семистерного типа. По поводу условий, по паспорту он должен устанавливаться в отапливом сухом помещении, температура эксплуатации от 0 до 35 градусов Цельсия. По опыту, скажем так, что главное, чтобы было сухо, чтобы не было резких перепадов температур, чтобы конденсат не выпадал, в принципе, тогда даже какие-то не сильно страшные, большие минусовые температуры, они не так будут страшны, и в принципе, при небольших минусах они также работают. Ну, теперь давайте перейдем к внешнему виду. В принципе, этот стабилизатор внешне выглядит точно так же, как и 12-ступенчатый, по крайней мере, я особо не видел различий. Те же самые наклейки делает завод-производитель наши на корпусах, это шутка. Вот, и дисплей спереди находится, на котором вы можете посмотреть более подробную информацию, входящий, выходящий мы еще дальше. Потом вот сбоку такой шильдик, который, ну, тут все основные характеристики его указаны. Сзади, вот, есть у нас такая планочка, можно прикручивать, то есть он на стену, на поле, на универсальной установке, и вот сверху кулеры для охлаждения. Кулеры при запуске стабилизатора включаются, а также при нагреве трансформатора, либо ключе, они включаются, охлаждают, и когда охладили всю конструкцию, или ключи конкретно, тогда они выключаются. Вот подключение, такое снизу, достаточно простура, вот, вход, 0-0, выход, и вот заземление, если есть, подключайте заземление. И, ну, вот, вот так вот оно у вас будет выглядеть, в общем, красиво закрыто. Эта крышечка мы сняли. И этот стабилизатор имеет два режима. Давайте сейчас мы его выключим. Вот, мы его выключили, и теперь он у нас подключен, отображает режим, что он сейчас включится в режим стабилизации, если мы его включим. Мы его можем, вот, переключить в байпас, нажали кнопку, видите, байпас уже, и включаем. Вот, уже теперь он пропускает входящее напряжение, что на входе, то и на выходе. То есть, это очень удобно, если стабилизатор вдруг сломался, чтобы вы не сидели без света, или, например, он не приспособлен для того, чтобы через него варили сварочным аппаратом, включайте в режим транзита, он пропускается через себя питание, и вы варите, например, вашим сварочным аппаратом. То есть, режим транзита байпаса в этом стабилизаторе предусмотрен, и он есть. Теперь мы выключаем, вот, переключаем режим стабилизации, вот, что щелчок услышали, и вот теперь включаем режим, видите, тут С16, и сразу же показывается у нас входящее напряжение, вот он у нас уже включился. Выходящее напряжение, так, это ток входной, это мощность нагрузки, нагрузка, это частота, это температура трансформатора. Вот, в принципе, такие параметры. Ну, а теперь давайте, мы сейчас будем инвестируем с помощью нашего латера скачки напряжения, посмотрим, какие его предельные входящие и выходящие напряжения, что будет на входе, что на выходе, ну, давайте рассмотрим. Так, вот теперь мы с вами видим изначально входящее напряжение, мы его сейчас будем опускать, например, и вот, 167, например, выходящие 223, видите, погрешность, только производитель заявлял, что так и есть. 168, либо, например, мы сделаем 275 даже, вот, 226, вот, на выходе, ну, там даже чуть больше, 275, 226, вот, 276, да, у меня 275 рабочий, поэтому чуть больше поорешность. ну, если мы сделаем, например, вот так, ну, все так будет, вот, 219 уже на выходе, то есть мы видим, что, ну, погрешность этого держится, там, до 6 вольт, примерно, мы сейчас вот так вот напряжение опускаем, опускаем, вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, а теперь давайте еще по нижнему посмотрим, ну, вот, еще 157, 220 выдает, вот, мы теперь посмотрим 145, сделаем это нижний рабочий предел, 146, 216 на выходе, то есть, а сейчас мы сделаем ниже, вот, уже, видите, погрешность больше стала, мы сделали, сейчас посмотрим, сколько, 142, и он будет вот так вот еще работать ниже его рабочего, вот, видите, и погрешность увеличивается, становится больше, 188, и так, по низу он вообще, хоть в инструкции указано, что, сейчас скажу, минимальное рабочее входное напряжение 120 вольт, мы его, вот, 120 вольт сделаем, ниже, ну, вот, например, 120, что он при 120, 178 на выходе дает, а ниже 120, он все равно будет продолжать работать, и даже, вот, здесь, при 103, на выходе 152, вот, это, такое не сильно интересное, для нашего напряжения, но отключится он вообще там ниже 70 будет, ну, тогда, вот, если 90, 131, в общем, сразу очень сильно по речности увеличивается, вот, ну, теперь мы вот, вот, можем вот так вот погонять немного туда-назад, вы видите, это выходящее, это то, что нашим потребителям идет, вот, вы видите, мы скачки имитируем, лампочка особо, там, ну, мерцать немножко он совсем не сильно, поэтому, так как 16 стаканчатый он более, вот, ну, вот, в принципе, вся информация, которую хотели вам показать, чтобы вы понимали, какое у вас будет на выходе, на свяжении, в каком конкретно, выходящем, давайте еще по верхнему, там, мы не сильно, по-моему, но давали, если кого-то выше, например, ну, при 256, 224, габариты данного стабилизатора, вот, ширина 270, 180, глубина, и 460, высота, по весу, вес его 20 килограмм, что касается комплектности, вы получаете, вот, в такой вот, фирменной коробке от производителя, непосредственно, сам стабилизатор, плюс, паспорт, в нем же, в конце, отмечается дата продажи, это есть гарантия, мы здесь сделаем отметки, подписываемся, ставим печать, и, также мы еще, обязательно, прикладываем документ, от нашего магазина, либо товарный чек, либо расходы на торбу, о том, что вы у нас приобрели, этот стабилизатор. Сегодня мы с вами рассмотрели стабилизатор, Эликс Ампер, Эликс Ампер, 16-ступенчатый, с точностью, выходящего напряжения, 2,7%, если немного, прорезюмировать, то 25-амперные, это примерно квартиры, используются на квартиры, в основном, 32-е, это квартиры, небольшие дома, сороковки, это дома, там, квартиры с запасом, дачи, там, где, там, офисы, возможно, где он подходит по мощности. Если у вас остались какие-либо вопросы, после нашего видеообзора, обращайтесь, звоните, заказывайте, наши менеджеры обязательно помогут подсказать, проконсультируют вас. Если понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Напоминаю, что наши стабилизаторы работают на 20-30% дольше, чем у конкурентов. Мы являемся официальным дилером по стабилизатору Эликс Ампер, гарантию предоставляем 3 года даты продажи, это от производителя, от нас, и также мы поддерживаем 14-дневный возврат или обмен стабилизатор, если по какой-то причине нужно вернуть или обменять, если он новый, то мы это делаем без проблем. И на этом хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нас смотрели, за то, что вы у нас покупаете. Еще раз спасибо за внимание.